Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить об основных, ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркет, составлять ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Ну что ж, долгожданный день для доллара. Я думаю, что не будет преувеличением, если мы скажем, что сегодня после выступления Джерома Паула в прямом смысле может решиться судьба американской валюты, судьба доллара. Это связано с тем, что у нас есть опыт реакции доллара на последние изменения, комментарии, которые касаются денежно-кредитной политики. Этот опыт обусловлен выходом последних протоколов. Мы помним то, что неделю назад именно они очень сильно раскачали финансовые рынки. При этом никаких изменений не было. В протоколах прослеживалась идея того, что регулятор готов менять монетарную политику. Есть как бы в заготовках какие-то альтернативные инструменты для стимулирования, но из протоколов о них ничего не было ясно. И, безусловно, я думаю, что это было неспроста, потому что как раз их анонс был оставлен на выступление в качестве хедлайнера на симпозиуме в Джексон Холле, который начался сегодня. Друзья, кстати, у всех вас есть возможность на Ютьюбе следить за его ходом, потому что из-за пандемии, из-за коронавируса это мероприятие также сейчас проходит в режиме онлайн. То есть выступлений будет очень много, вероятно, кому-то будут интересны другие персонажи этой встречи, но все-таки сегодня фокус внимания на выступление Павла, которое состоится в 17.00 по московскому времени. Так вот, из протоколов было ясно, что у ФРСа есть какие-то ожидания, есть планы по коррекции денежно-кредитной политики. Сегодня об этих планах мы, скорее всего, услышим. Помимо этого, регулятор сегодня пересмотрит прогнозы по экономическому росту, даст оценку текущей ситуации, я думаю, что не только в рамках национальной экономики, но и в масштабах всей мировой экономики, потому что ФРСа с некоторых пор это законодатель макроэкономических мод, и в принципе на него поглядывают прочие регуляторы, смотрят за тем, как он действует и начинают адаптировать решения регулятора под свой национальный монетарный курс, регулятор США, имею ввиду. Конечно же, помимо перспектив монетарной политики, нас интересуют шаги и действия, которые предпримет ФРС для дальнейшего стимулирования монетарной политики, смягчения монетарного режима. И здесь главный вопрос касается таргетирования инфляции. Я уверен, друзья, то, что сегодня Джером Паул признает необходимости ввода этого понятия. А это значит, если бы у нас была возможность сейчас поставить знак «равно», это значит то, что ставки будут оставаться предельно низкими, исторически минимальными и останутся вот вблизи нулевой территории, я думаю, что еще больше года или даже двух. И дальше ставим знак «равно», низкие процентные ставки, таргетирование инфляции. То есть признание того, что она легко может оказаться выше 2%, это все ковровая дорожка для дальнейшего ослабления доллара. Нуждается ли американская экономика сейчас в дополнительном стимулировании, в более мягком монетарном режиме Федрезерва? Я думаю, да, друзья, вы все помните последний макроэкономический отчет. Если закрыть глаза на заказы товара длительного пользования, все-таки продолжать ввариться в слабости рынка труда, самого важного сектора для американской экономики, нету проблеска надежд о том, что сектор восстанавливается. В последние недели, даже месяцы, мы вновь наблюдаем стагнацию в отрасли. Вот буквально через неделю выйдут данные по Non-Farm Perils. Мне лично очень интересно посмотреть, как обстоят дела с рынком труда вот в рамках уже этого месяца. Таргетирование инфляции – это признание того, что последние меры стимулирования неизбежно приведут к росту инфляционного давления. Это то, о чем я говорил вам много раз. Это то, что стало ранее причиной развития нисходящего тренда по американской валюте. Но тогда мы только лишь догадывались о последствиях, а сейчас эти последствия фактически могут быть подтверждены регулятором США. При таком сценарии, друзья, я думаю, что доллар, который уже начинает поджимать сейчас, 92.87 пункта, получит очень серьезный пинок, в результате которого ему придется отступить ниже 92. Наша цель, друзья, ближайшая – 92 пункта. Тех, кого она пока не устраивает, кто считает, что при таком фоне доллар может провалиться гораздо ниже и уйти в район 90 пунктов, а может быть даже еще ниже. Я не хочу вас переубеждать. Можете держать позицию и дальше. Рекомендация закрыться на отметке 92 – это для тех, кто все-таки оказался в сделке по продаже индекса доллара вместе со мной очень давно, когда индекс американской валюты котировался больше 95. В целом, друзья, помимо слабости макроэкономической, помимо последствий пандемии, не забывайте, что американская экономика продолжает оставаться на краю фискального обрыва. Ведь целый месяц Конгресс не может согласовать выделение нового пакета финансово-экономических стимулов, а месяц для экономики США простой, без повышенных пособий по безработице – это минус 0,4% по ОВП и потенциально минус 0,7% или даже 1% для курса доллара. Тоже я об этом говорил. Все эти планы могут реализоваться в самое ближайшее время. Перед выступлением Паула, как бы для дополнительного подтверждения и придания уверенности ему в том, что ему нужно транслировать мягкую экономическую политику, выйдут данные по темпам экономического роста, ВВП за второй квартал. Ожидается спад на 32,5%. Чем вам не плохая статистика? Еще один аргумент в пользу того, что в экономике США не все хорошо. Конечно же, эта статистика опирается на прошлые данные, сейчас уже все изменилось, но я думаю, что показатель спада на 32,5% будет еще одним напоминанием того, что американская экономика, возможно, столкнулась с самыми разрушительными последствиями влияния пандемии. Золото 1942 – безумная волатильность даже еще до выступления Паула. Скачок с поддержкой 1900 больше, чем на 50 пунктов за считанные часы. Это, друзья, также подтверждает и доказывает, что золото легко может до конца сегодняшнего дня оказаться выше 2000 долларов за унцию. Я рекомендую, в принципе, ориентироваться на эти значения. Евро против доллара смотрим вверх. Опять же, цели 1,20. Допускаю, что при ослаблении доллара сегодня мы можем оказаться очень близко к этому значению. Сити поддерживает нашу идею, так же, как и идею слабости доллара. Фунт против доллара 1,3209. Друзья, вчера нашел очень интересную статью в «Таймс» о том, что Борис Джонсон может покинуть пост, уйти в отставку уже в перспективе 6 месяцев. Якобы он борется с последствиями пандемии, коронавирусной инфекции, которую перенес. Последствия очень тяжелые. И для него задача, идея фикс, сейчас все-таки вывести Англию на соглашение с Европейским Союзом, а потом уже уйти спокойно на покой. Фунт вырос на этом, кстати, и произошло это потому, что если Джонсон действительно ставит такую задачу, то соглашение по торговой сделке все-таки будет. Это вдохновило покупателей британца. Ну, хотя я думаю, что все-таки корень этого роста кроется в ожиданиях еще большей слабости американской валюты. Фондовый рынок США 3,475 пунктов по S&P, цель 3,500. Друзья, до нее доберемся. И что касается рынка нефти, Brent 4622, сегодня я все-таки закрыл свою короткую позицию, потому что последние новости свидетельствуют о том, что шторм Лаура стал полноценным ураганом, по-моему, даже уже пятой категории. И его, друзья, сравнивают с ураганом Катрина. Конечно же, бодаться с таким стихийным бедствием и вероятными последствиями не хочется. Лучше пережду и потом снова буду искать возможности, как зайти и с каких уровней в рынок нефти. На этом все. Всем хорошего торгового дня. Не забывайте про необходимость контроля рисков. Это очень важно, когда мы ожидаем настолько волатильный день. Всем пока.